Я не знаю, к кому из вас на прием приходили избиратели и говорили, поставьте там вопрос о выделении братской Белоруссии полутора миллиардов долларов. Они без этого загнутся. Ко мне не приходили. А вот вопрос по капитальному ремонту, какой дом поставить, а какой не поставить, постоянно. А вот сейчас Государственная Дума на первом своем заседании не поддержит этот законопроект. Потому что старший приказал, потому что так написано. Вот отсюда, коллеги, весь бардак происходит. Поэтому капитально Думу надо ремонтировать. И вот как-то у меня такое впечатление, что жизненно важные вопросы, они не решаются. Не только в этом созыве будем рассматривать проблемы капитального ремонта. А в данном случае речь идет об очередности проведения этого капитального ремонта. Вот что произошло, почему мы решили внести эту законодательную инициативу, причем внесли мы ее в 2017 году. Она лежала два года. Значит, вправе у нас субъекты устанавливать критерии. Очередность и проведение капитального ремонта. Когда мы стали анализировать правовые акты субъектов, коллеги, ну такого разнобоя я давно не видела в подходах. Вы понимаете, вот проблема в том, что вот эта очередность, очередность, она должна зависеть строго от состояния дома и от вопросов безопасности проживающих в этом доме граждан. А нам сколько денег собрали, не собрали? Потом, если что-то рухнет, перекрытие или еще какие-то проблемы возникнут, кто будет отвечать? Да? Те, кто принимает такие нормативные документы? И наша попытка как бы, ну, выровнять эту ситуацию и не допускать такого состояния, она сталкивается с заключением правительства. Как вы думаете, какое заключение? Отрицательное. Добрый день, уважаемые граждане России. Сразу хочется обратить наше внимание, ваше вернее, что после прошедших трудных недель вирус очень сильно покосил наши ряды. Прошло 4 часа, даже меньше нашего заседания, и больше половины думы уже, видимо, сюда больше не вернется. В зале нет столько людей, чтобы принять полезный законопроект. И это уже не первый раз, к сожалению. Я вам напомню, что афера с капитальным ремонтом, которую ввели, к сожалению, депутаты в отношении граждан России, была призвана решить проблему жилья. Но это не то, что ввести систему Платон, обложить все население России поборами, половину денег отдавать непонятной конторе, которая устанавливает пропускные пункты. Это другая система. Вот теперь за счет граждан мы должны, вернее, граждане с вами должны решать свои жилищные проблемы. Ну и ладно бы, если бы решили эту проблему. Нет, ничего подобного. Теперь все это отдано, опять же, на откуп местных книжков. Вот проходил чемпионат мира. Возьму дорогой мне Ростов-на-Дону. Нужно было облагородить центральные улицы. И, пожалуйста, провели большую работу. Только они, по-моему, спутали капитальный с косметическим ремонтом, хотя, наверное, провели как капитальный. Но остальные граждане остались без ничего. Те здания, где нельзя было это провести или денег не хватало, просто завесили красивыми ширмами. Вот так у нас проводится капитальный ремонт. Причем, коллеги, самое гадкое в этой схеме, не то, что вы не хотите это принять, а то, что вы ссылаетесь на то, что правительство против. У нас по Конституции нужно заключение правительства, только если мы с вами, мы, представители народа, просим каких-то денег, а правительство говорит, в бюджете таковых не имеется. Все остальное это уже не нужно. Поэтому здесь отрицательный отзыв правительства нас вообще ни в коей мере волновать не должен. И, извините, опять же, я не знаю, к кому из вас на прием приходили избиратели и говорили, поставьте там вопрос о выделении братской Белоруссии полутора миллиардов долларов. Они без этого загнутся. Ко мне не приходили. А вот вопрос по капитальному ремонту, какой дом поставить, а какой не поставить, постоянно, вернее, все приходят и просят, поставьте наш дом. И вот Игорь Юрьевич, который недавно депутат, говорит, как так, такой дом, там невозможно жить. До таких домов по России пруд-пруди, как и огромное количество особняков, которые ни в каком капитальном ремонте не нуждаются. А вот сейчас Государственная Дума на первом же своем заседании не поддержит этот законопроект, потому что старший приказал, потому что так написано. Вот отсюда, коллеги, весь бардак происходит. Поэтому капитально Думу надо ремонтировать. Я поддержу законопроект. Спасибо, Сергей Владимирович. Вопрос, который мы обсуждаем, наверное, сегодня один из основных. Почему? Потому что прошедшие выборы показали. Три темы обсуждалось и очень остро обсуждалось. И обсуждение этих тем, оно дало результаты выборов, которые прошли 13 сентября. Это пенсионная реформа. Второй вопрос. Это вот этот пресловутый капитальный ремонт. И третий вопрос. Это мусорная реформа. Вы действительно, наверное, обратили внимание на то, что фонд наш изношен. И у меня складывается впечатление, что и правительство Российской Федерации, и другие ответственные органы просто сбросили на плечи граждан решение данного вопроса. Да, здесь в трезвом, так сказать, уме или там в твердой памяти нельзя понять, как дом, который уже разваливается, крышу можно ремонт ставить на 41-й год, когда или шаг умрет, или и шаг умрет. Трубы поменять можно там еще через 5 лет. Как себе представляют люди, которые занимаются этой проблемой данные вещи. Если капитальный ремонт, как при советской власти, мы помним, делается капитальный ремонт, значит он делается снизу доверху. А вот эти все игры и хождения о том, что мы вам сделаем крышу, а потом мы вам сделаем подвал и так далее, все это чушь. Причем учитывайте, к чему она приводит. Она приводит к тому, что даже когда фонд капитального ремонта идет на то, чтобы его провести, никаких строительных сил у них нет, ни техники. Нанимают какие-то шарашкиные конторы, которые нормально провести капитальный ремонт не могут, это повсюду. И жильцы, которые уже жить не могли в этом доме, они говорят, слушайте, вы уйдите отсюда, лучше не делайте этого капитального ремонта, потому что стало еще хуже, наш дом вообще рухнет. Болезнейшая тема. И почему-то с 2017 года оппозиционные силы, они выдвигают данный вопрос, и он не стоит. Это тоже самый вопрос, что вопрос о страховых больничных кассах. Там жизненный важнейший вопрос. И здесь вопрос о нашей стране, где 6 месяцев в году зима, извините меня, вопрос жизненно важный. И вот как-то у меня такое впечатление, что жизненно важный вопрос, они не решаются. Вот я провел много встреч сейчас в Ульяновске. Я конкретно вам пример привожу дикости, до которой мы докатились. Улица Нигматулина, 89А. Обратите внимание, в Думе, я пообещал просто жить. Там, в Крущевке, верхняя крыша рухнула, ее нет. На первом-втором этаже люди продолжают жить. Там живут дети-сироты, одинокие матери, которые купили жилье на свои жалкие гроши, которые им там швыряют в виде материнских капиталов. Когда я пошел по вот этим коридорам, я ужаснулся, там маленькие дети. А местная власть говорит, да мы, собственно, и не замечаем этого. Люди на улице живут, через неделю пойдет снег, будут холода, а крыши нет. Я такого вообще не видел никогда. Вы понимаете? То есть степень кипения чрезвычайная. И я, конечно, поддерживаю Галину Петровну с тем, чтобы рассмотреть и принять хотя бы частично данный законопроект. Благодарю за внимание. Спасибо, Игорь Юрьевич. Куриный Алексей Владимирович, пожалуйста. Долгое время нам говорили, что регионы, это вот регионы, пусть они занимаются своими вопросами. Но потом федеральный центр вынужден много раз вмешиваться. И вот на ближайшем заседании мы будем рассматривать законопроект о том, что правительство Российской Федерации будет устанавливать правила начисления, соответствующие по отраслевым системам оплаты труда. Мы долгое время с вами тоже говорили, ну, Москва, это Москва, пускай одна зарплата. Регионы, это другие регионы, другая зарплата. Ну и, соответственно, каждый должен быть сам за себя. В заработную плату вмешиваться можно. Основные критерии порядка установления этой самой заработной платы вводить на федеральном уровне можно. Почему нельзя вводить критерии проведения необходимого капитального ремонта? Здесь был приведен представителем комитета довод о том, что якобы дома разные во всех регионах, но по большому счету большинство домов, которые сегодня находятся в программах региональных капитального ремонта, это типовые дома. Это хрущевки, это панельные дома, да даже вот эти сталинки и, скажем так, те, которые строились сразу после войны, это типовые дома. И, соответственно, типовые должны быть подходы к определению критериев нуждаемости или ненуждаемости в капитальном ремонте. То, что сегодня происходит, к сожалению, в регионах далеко неоднородно. И действительно, если где-то еще более-менее можно перенести капитальный ремонт, где-то можно объективно оценить, то есть области, в которых эти правила совершенно запутаны. И совершенно разные правила применяются на территории одной страны. Поэтому то, что предложено абсолютно правильно, с точки зрения переноса, есть сегодня механизм переноса на более ранние сроки, в случае, если там завалилась крыша, в случае, если там проблемы с лифтовым хозяйством, с отоплением. Но для этого требуется экспертиза, которую должны оплатить жители или собственники, проживающие в этом доме. Это тоже довольно громоздкий механизм, в каждом регионе разный. И, скажем так, где нет самоорганизации хорошей в домах, к большому сожалению, где нет хорошего такого актива по управлению домом, там этот перенос невозможен. И дома, объективно находящиеся в недовлетворительном состоянии, о чем в том числе рассказывал коллега на примере нашего города, дома, которые действительно разваливаются, но где нет соответствующих критериев и нет соответствующей активности со стороны жильцов, они в таком состоянии гнилом и остаются дальше. На 30-е годы, на 40-е годы поставлен ремонт, никакого движения нет. Что касается денег, которых то ли хватает, то ли не хватает, это действительно тоже большая беда. Мы неоднократно встречались с тем, что подходит даже по плану капитальный ремонт, приходят представители вот этого фонда регионального, я прошу минуту сразу добавить, и говорят, уважаемые жильцы, ваш дом собирает за 30 лет, на который рассчитана программа, всего 3 миллиона рублей. Маленькие дома, как правило. А вам для проведения капитального ремонта необходимо 9 миллионов рублей. Поэтому либо вы сейчас сбрасываетесь и будете платить не 5,60 с квадратного метра, как все остальные, а в 3 раза больше или в 4 раза больше, либо никакого ремонта комплексного капитального мы проводить не можем. Вам хватит только на крышу или вам хватит только на отопление. Естественно, это тоже глупость, это тоже должно быть урегулировано на федеральном уровне, потому что действия прокуратур в разных регионах разные. Некоторые протестовывают и считают незаконным подобный подход, некоторые считают, что это законно, ссылаясь на некие расплывчатые положения из жилищного кодекса. Ну и, наконец, самый главный момент. Я вам напомню, что в 2017 году мы с вами отменили или фактически поставили крест на практике, когда жители могли в судебном порядке добиться проведения капитального ремонта за счет бюджета, в случае, если он не был проведен на момент приватизации, пускай это мы первого жилого помещения. Была внесена очень хитрая формулировка, что теперь добиться этого ремонта могут только те, кто вошел в соответствующий перспективный план. Какие перспективные планы были в 90-х годах, вы, наверное, помните. Поэтому никаких движений в этом направлении нет, никаких оснований сегодня для включения именно этих домов в первоочередном порядке, несмотря на записанное в законе положение, то же самое нет. Более того, даже те, кто выиграл суд, а это, я напомню, где-то на сегодня порядка 60 миллиардов требуется для проведения по всей стране соответствующих ремонтов, даже те, кто выиграл этот суд, не могут его выполнить, потому что даже нет критериев, кому выполнять в первую очередь из тех, кто просудился, и ни по году, ни по хрометражу, ни по объему, этих критериев тоже самое нет, они не установлены. И ничего страшного нет в том, что сегодня установить общие критерии на федеральном уровне, для того, чтобы все вновь дома, которые ставятся в эту программу капитального ремонта, или которые там не находятся, были аккуратненько перестроены. Тем более, что многие вещи сегодня на федеральном уровне регулируются. И Галина Петровна справедливо сосалась на 491-е постановление правительства о правилах содержания общего имущества. Тема жилища коммунального хозяйства очень широкая, поэтому с этой трибуны мои коллеги поговорили о чем угодно. Я все-таки попробую вас вернуть действительно к проблеме капитального ремонта, который у нас существует и который реализуется последние пять лет с разной степенью успеха в разных регионах. И напомню вам предысторию вопроса почему. Потому что когда появился нормы о капитальном ремонте в жилищном кодексе, к сожалению, состояние, техническое состояние, а точнее технический учет состояния жилого фонда в разных регионах был очень на разном уровне. Точнее единого по стране его просто не существовало. Какие-то регионы своими силами его сохранили. Формулировка БТИ в каких-то регионах существует, в каких-то уже просто об этом забыли. Поэтому подход единообразный по стране на тот момент был невозможен. И тот вопрос, который сейчас авторы законопроекта ставят, то, что необходимо вводить его, он безусловно заслуживает внимания и здесь с ними сложно спорить. Но готовы ли мы на сегодняшней стадии к этой ситуации? Прежде всего, я думаю, что нужно, и чем мы занимаемся сейчас в комитете, чем занимаются депутаты фракции «Единая Россия» совместно с правительством, подготовка закона о технической инвентаризации, он не так просто идет по вышеобозначенным мной причинам. Но на наш взгляд, мы абсолютно в этом убеждены, единственным критерием ремонта дома должно быть его техническое состояние. Потому что к коллеге Куриному, как к доктору я могу в данном случае отослать, здоровье человека, необходимость проведения ему операции, не обусловленная его возрастом или тем, когда ему была сделана предыдущая операция, или когда он проходил диспансеризацию и так далее. То есть это всегда нам, исходя из того фактического состояния здоровья. Вот так же и дом. Его ремонтировать, и какие-то конкретные вещи нужно сделать очень четко, понимая техническое состояние каждого дома. Не методом трех пи, палец, пол, потолок. А здесь я с вами абсолютно согласен. Так, к сожалению, очень часто происходит у нас в стране, когда это делается. Ну вот здесь живет начальник, надо отремонтировать вперед. Вот здесь тоже, как бы, футбольный чемпионат надо отремонтировать. Все это имеет место. Но только те критерии, которые предлагают коллеги, они тоже, к сожалению, неприемлемы. Потому что единственный четвертый критерий, Галина Петровна, который говорит о фактическом состоянии, техническом состоянии дома, вот он и должен быть основным. Что же касается первоочередного продвижения и постановки на ремонт домов, которые признаны аварийными до начала приватизации, коллеги, ну позвольте, эти обязательства определены законом, это обязательства прежнего собственника. Почему мы с муниципальной власти хотим обязательства переложить на фонды капитального ремонта, которые формируются за счет собственников жилья? Это подмена источников финансирования. Это мы в данном случае за благими намерениями, мы перекладываем на людей, на их карманы, то, что в свое время не сделала власть. Работает эта норма, не работает, это другой вопрос, вопрос законоприменения. Но перекладывать с муниципалитета, с бюджетов муниципалитета на карман собственников жилых помещений, это на наш взгляд, на взгляд фракции Единой России неправильно, и мы не поддерживаем законопроект в данной редакции. Хотя, еще раз повторюсь, проблему как таковую мы признаем и над ней продолжаем работать. Спасибо. Коллеги, обсуждение завершено. Оставится на голосование проект федерального закона о внесении изменений в статью 168 ЖК РФ. Включите режим голосования. Покажите результат, отклоняйтесь, законопроект коллеги. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.